Я ухожу! Ага, а это будет мое множественное решение. Я ухожу! Молодец, ухожу-то давай. Я не знаю, вернусь ли когда-нибудь обратно. Возможно, я отправлюсь в далекое-далекое плавание. И хотя декорации еще в работе, репетиции новой постановки в самом разгаре. История семьи Бэнксов и их идеальной няни Мэри Поппинс Анной Коонан была выбрана не случайно. По словам режиссера спектакля, тема детства близка ей по духу. Ведь именно в этот чудесный период нашей жизни мы умеем видеть волшебство даже в самых обыкновенных вещах. В основе постановки – оригинальная идея Памеллы Треворс, автора серии книг о Мэри Поппинс. Конечно, есть и авторский символизм, выраженный в деталях. Круг в театре – это тоже не новшество. Здесь есть такой образ, который придумала Памела Треворс. Для меня это образ детства. Карусель, которая крутится, все время находится в движении, которую ты никак не можешь. С одной стороны, ты бежишь за ней, не можешь ее догнать. А с другой стороны, это какой-то круг жизни, который идет, идет, ты растешь, взрослеешь. Когда-то столкнулся ты в детстве со сказкой, потом твои дети сталкиваются со сказкой. Это такой вот образ. Поэтому мы такой вот простой, простой совершенно театральный прием превратили в карусель. Динамичный спектакль сопровождает живая музыка. Над каждым движением тоже пришлось поработать. При этом актеры двигаются естественно, без хореографических штампов в стиле мюзиклов, рассказывает Павел Фролов. Этот спектакль требует очень много танцев и массовых танцев. И поскольку у меня чуть-чуть другой, нежели хореографический, более актерский профиль, мы пытаемся это сделать все через естественное поведение актера. То есть, если это поворот, то это какой-то необходимый поворот. И от этого отталкиваемся, вот и рождается, собственно. В центре истории, конечно же, она – само совершенство. Мэри Поппинс не просто няня, она – наставник и проводник в мир волшебства, который учит детей взрослеть, сохраняя при этом в душе своего внутреннего ребенка. Буду бы с себя играть. Потому что она мне очень близка, она очень правильная. Она может и подсказать что-то, может и дать подзатыльника. Все как надо, все как в жизни. Учитель. Она и должна быть учителем. Всегда. Мы ничего не знаем о Мэри Поппинс. Мы можем только догадываться. Но я думаю, что в спектакле мы узнаем о ней гораздо больше, чем в книгах. Потому что там есть такая история за текстом, есть контекст. А в спектакле он визуализирован. И мы можем фантазировать на тему, кто же она такая, сколько ей на самом деле лет, чем она занимается. Сказочную постановку посвятили году семьи и приурочили ко дню защиты детей. Премьеру запланировали на 31 мая. По словам сотрудников Рязанского театра «Кукол», спектакль будет интересен не только детям, но и взрослым, которым порой стоит с детской непосредственностью решиться на перемены и заметить магию жизни в ее мелочах. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».